Доброе утро! Уже из Голландии. Я только прилетела в аэропорт Схиппл. Сейчас еду в поезде с аэропорта в Амстердам. Там у меня несколько встреч. После этого поеду в Роттердам вечером. Там еще встречи. И после этого в Нотдорб. Там уже останусь на завтра. Я в Голландии на этот раз на 4 очень насыщенных дня. Очень интересные будут встречи деловые и с друзьями, и с коллегами по учебе. И по работе, так как я здесь училась, и работала. В общем, будут полны, наверное, эмоций, воспоминаний, ностальгии. Может быть, тоже постараюсь для вас кое-что снимать так кусочками, что возможно. И потом смонтирую блог. Привет, Амстердам! И, конечно же, ветер. Это центральный вокзал в Амстердаме. А вот со мной уже начинается центр уже канавы, трамваи и лодочки и все такое. Идем? Идем тюбелять? Подписать. Это музей восковых фигур Мадам Тюссо. Справа от него Королевский дворец. Это мы сейчас находимся на площади, главной площади Амстердама, Дамскуэр. Вот это, как вы видите, Королевский дворец, очень красивый. И справа от него старинная черная церковь, вот она там в уголке, которая называется иронично, это Ньюбекерк, что в переводе новая церковь. Почему новая? Потому что она из 15 века, а старая церковь в Амстердаме 13 века. Поэтому и новая. Совсем вас запутала. И вот сейчас справа вы видите большой торговый центр, это один из самых таких больших, значимых торговых центров в центре Амстердама. Вот эта старинная церковь, которую я вам показывала, на главной площади Дамскуэр, где Королевский дворец находится. И здесь сейчас проходит выставка Russian Treasures from Bina Kauffman Collection. Русских, не знаю, даже как-то перевести правильно. В общем, здесь куча матрешек, яйцев, абержеев, цариев, все-все-все, шкатулки, все-все, что связано с русской культурой, да, древней русской. Медали, новогодние игрушки, ручной работы. Опять матрешки, елки, цари. И вот здесь написано, сделано в России. Тысяча и одна матрешка, яйцев, абержеев, романовы, цари, кремлин, футболки с кремлином. И много-много-много всего такого национального. Смотрите, сколько нарциссов, целое поле, просто поле. Не знаю, как у вас, но у меня нарциссы и тюльпаны, это значит, пришла весна. Сейчас иду к станции метро, я в Норд Торпи, это недалеко от Гаги. Я возьму метро и на метро поеду в Роттердам навстречу. Уточки! Хелло, уточки! Вот мы уже и прибыли в Роттердам. И хочу вам показать вот это вот неимоверное здание, как ракета. Называется Маркт Халл, что в переводе как рыночный павильон. И на самом деле внутри это все рынок, но рынок такого люксового уровня. А вот это вот по верху, шапка этого здания, это квартиры, это жилой дом. И вот окошки, которые мы видим, это и есть окошки из квартир. Соответственно, в некоторых квартирах они на стенах, а в некоторых в полу, что очень необычно. Но вы знаете, Роттердам, он всегда славился своей такой нестандартной прогрессивной культурой и не менее нестандартной архитектурой. Пока жду своих подруг, покажу вам террасу, так как поверх этого рынка идет уровень террас. Это очень необычная идея, потому что вот люди встречаются, сидят на террасе. Это над рынком в этом павильоне. Это своеобразная такая очень интересная задумка, нестандартная. И вот этот вот павильон очень красивый изнутри, как вы видите, такой очень яркий, красочный. Вот вы видите окошки людей из квартир. И вот что мне очень нравится, это вот что весь этот павильон выходит в вид, вот сейчас вы увидите, на дом-карандаш, один из самых известных домов в Роттердаме. Девчонки, привет! Я на этом рынке в Роттердаме. Hello, Moldova! Hello, Moldova! И Украина тоже. Здесь попала просто на шикарные фрукты. Я, как всегда, зашла за двумя манго и вышла вот с этими четырьмя просто пакетами. И еще... Coconut! Этот парень просто начал мне все-все давать бесплатно за полцены, за треть цены, бесплатно, подарки, угощения. В общем, я за, не знаю, несколько тут считанных евро. Я купила пол рынка, сейчас не могу тащить. И плюс еще и угощения. Я сейчас вам покажу, какой вкусный вот такой манго с бананом. Он мне еще угостил в конце и попросил приходить каждый день к нему. Вот это рынок, который я вам снимала изнутри. Это колесо красивое, возле него установили карусель. И старинная церковь здесь в центре Роттердама. Такая черная, очень-очень-очень старая. Доброе утро, румяшечки. И сейчас мы в Нотдорпе, вот на станции метро, ждем метро. Будем отсюда ехать на метро в Гагу, это прямо рядом. А оттуда будем брать поезд в Амстердаме опять. То есть, хотела вам показать здесь паркинг велосипедов, которые везде в Амстердаме. На всех станциях поезда, метро, трамваи. Везде огромные паркинги велосипедов. И хотела вам показать очень интересную систему, как оплачивается общественный транспорт. В Голландии очень удобно. Есть вот такие вот карточки, Ovia Chip Card называется. Вы ее покупаете, она стоит, по-моему, 7 евро. И на нее ставите деньги постоянно. И она действительно на протяжении 5 лет. Вот везде на всех станциях есть такие аппараты, где можно пополнять эти карточки. И эта карточка универсальна. Вы с ней, и вы ее используете и для автобуса, и для метро, и для трамвая, и для поезда. На территории всей Голландии. Так, сейчас осторожно смотрим, если нет метро. А то, не дай бог, еще собьет метро, пока я вам тут буду карточки показывать. Переходим на другую сторону. Нам надо отсюда уезжать. Опять на другой стороне тоже парковка велосипедов. И вот эту карточку вы всегда сканируете в аппаратах, как бы вот сейчас при отправлении. Вот пик, и она показывает, сколько денег она там сняла, как гарантии. И мы ее опять же сканируем, когда уже приедем в Гагу. И она нам просчитает, сколько это стоило, и снимет с карточки. То же самое на поезде, на автобусе. Везде очень удобно. И вот везде мониторы показывают, что следующий в нужное нам направление метро будет через 6 минут, очередное через 15, и так дальше. И часы, и все по минутам организовано, все по минутам вовремя. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, конечно же, тюльпаны. Куда же Голландия и без своих тюльпанов? Ну и, конечно же, магазинчик Мак, мимо которого я просто не могла пройти, потому что у меня особое воспоминание связано с ним. Это именно тот магазинчик, где я покупала свои самые-самые первые штучки от Мак лет 10-12 тому назад. Это магазин нижнего белья Хюньки Моле, который мне очень нравился. Я, будучи студенткой, только там и покупала свое белье. Но он меня настолько разочаровал. Вот смотрите, даже сами, они просто скопировали Victoria's Secret, причем не только по маркетингу, по, как сказать, визуальной картинке, но, к сожалению, и по ужасному качеству масс-маркетового белья. Поэтому уже там нечего искать. Это очень красивая витрина Локситан, просто глаза остановились, я не могла эту красоту не заснять. Этот скверик большой, который вы видите, называется Museum Plain. Здесь сконцентрированы все самые большие музеи Амстердама в одном месте, очень удобно. Сейчас вы видите музей Ван Гог, вот это вот серое здание, музей Ван Гог. За ним другой музей. В общем, они здесь все очень-очень компактно. Мы уже подъезжаем к нашему отелю, и об этом отеле я не могла просто вам не рассказать. Это называется The College Hotel. Он находится в одном из самых исторических, известных зданий в Амстердаме. Это здание раньше было высшим учебным заведением, университетом, колледжем. Оно из 1800 года, оно занесено в книгу самых таких известных исторических, как монументов Амстердама. И в этом здании сейчас сделали такой эксклюзивный бутик-отель. Но идея этого отеля очень необычная, так сказать. В этом отеле работают студенты. Студенты, которые учатся на отельный бизнес. И вот самые лучшие студенты, когда они проводят практику, они все стремятся проводить ее именно в этом отеле. Это как бы такой совмещает отель для туристов со школой в отельном образовании для студентов. Когда у тебя в номере вот такая вот кофе-машина, я думаю, все остальные описания отеля излишни. Сейчас вам покажу кратко номер. Такой очень базовый минимализм, очень типичный для Голландии. И сейчас самое интересное будет вид в окошко. Это внутренний дворик этого старинного замка, так сказать. Та-дам! И тут цветут магнолии. Смотрите, какая это красота! Я уже в такси, по дороге в аэропорт. Ну что, мой любимый Амстердам, прощай! И до скорых встреч! Я обещаю, что очень-очень скоро вернусь. Ну что, все, пора домой, путешествие закончилось. Как говорится, путешествовать хорошо, а дома еще лучше. Здесь переделали полностью аэропорт с Хиппл. Я его, если честно, уже не узнаю. Такие интересные капсулы, сейчас вам покажу, через которые багаж сам автоматически проверяется, сканируется и отправляется в самолет. В общем, очень-очень уже такой продвинутый и в плане удобства, и в плане безопасности. Сейчас вам покажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok